Наши соотечественники славятся искрометным чувством юмора и не менее острым восприятием игры слов. Наверное, поэтому экзотические плоды фейхоа пользуются всенародной любовью, но по-прежнему заочно. Мало кто сам пробовал фейхоа и знает его вкус, хотя купить фейхоа сегодня не проблема, продается он и в супермаркетах, и на продуктовых рынках. При таком отношении неудивительно, что лишь некоторые гурманы задумываются о том, как приготовить и как есть фейхоа. Какой он на вкус? А вдруг кислый? Или горький? Так ведь можно приготовить фейхоа с сахаром и узнать все ответы на собственном опыте. Энтон Пепеп. Но есть и опытные кулинары, знающие, что можно приготовить фейхоа с сахаром, и понимающие, как это вкусно. Мы же хотим добавить, что фейхоа в любом виде, это еще и очень полезно. Но только в том случае, если готовить фейхоа правильно, не нарушая химического состава плодов. В этом смысле приготовление фейхоа с сахаром – самый разумный вариант, потому что не требует долгой термической обработки. Да и с точки зрения привычки этот способ можно считать наиболее привычным. Точнее, несколько возможных способов приготовить фейхоа с сахаром, которыми мы охотно поделимся. Что такое фейхоа? Состав и польза фейхоа фейхоа вполне мог бы заменить новогоднюю елку, потому что растение это вечно зеленое и достаточно компактное, дерево не вырастает выше 3-4 метров. Оно обильно плодоносит небольшими, в среднем до 6 сантиметров в длину, ягодами с глянцевой ярко-зеленой кожурой. Причем, если некогда фейхоа выращивали и собирали урожай исключительно в субтропиках, Аргентине, Бразилии и Колумбии и странах с подобным климатом, то сейчас фейхоа прижился в Австралии, Абхазии, Грузии, Крыму и даже в Краснодарском крае. Соответственно, и купить фейхоа в наших широтах стало намного проще. Главное не гнаться за самыми крупными плодами, а выбирать фейхоа среднего размера, с гладкой ровной шкуркой без пятен и повреждений. Польза фейхоа дело в том, что самые крупные ягоды не обладают тем ароматом, какой есть у фейхоа помельче. А жертвовать этим ароматом ни в коем случае нельзя, он тонкий, нежный и очень приятный, напоминающий землянику. Впрочем, вкус фейхоа еще лучше. Представьте себе коктейль из ананаса, клубники и немножко спелого киви. Совсем не обязательно есть или готовить фейхоа с сахаром. Подсластители ему не нужны. Сахар выполняет функцию натурального консерванта, позволяющего сохранить полезные свойства фейхоа. Потому что спелые ягоды обладают крайне нежной консистенцией и не хранятся долго. В то же время, интенсивная обработка нарушила бы богатый химический состав фейхоа. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Главное, что нужно знать о пользе фейхоа, это рекордно высокое содержание йода 0,3 мг, стога мякоти, с учетом суточной потребности 0,15 мг для взрослого человека. Просто находка для поддержания щитовидной железы. После высушивания плодов концентрация йода повышается и позволяет использовать их в лечебном питании. Но и здоровым людям не помешают витамин С, органические кислоты, фруктовые сахара, пектина и клетчатка, содержащиеся в этих небольших плодах. Даже шкурка фейхоа полезна антиоксидантными свойствами, так что есть фейхоа в свежем виде с сахаром или безможно и нужно. Особенно с сентября по ноябрь, когда эти ягоды появляются в продаже. А на зиму приготовить фейхоа с сахаром. Как есть фейхоа с сахаром правильно. Итак, вы купили и принесли домой свежие плоды фейхоа. Если вам удалось выбрать правильно, то ягоды мягкие на ощупь, с белой полупрозрачной, почти желеобразной мякотью. Такие плоды нужно съедать как можно быстрее, пока мякоть не потемнела и не испортилась. Зрелое фейхоа почти не нужно готовить с сахаром. Достаточно аккуратно ополоснуть водой и использовать одним из этих способов. Разрежьте ягоду пополам вдоль или поперек. Посыпьте сахарным песком и ешьте чайной ложкой, вынимая мякоть из шкурок чашечек. Единственный недостаток этого способа – вы не употребляете полезную шкурку. Разрежьте фейхоа вдоль на 2 или 4 части. Озвучено Яндекс Спичкит. Обмакивайте кусочек в сахар и ешьте вместе со шкуркой. В этом случае сахар скрадывает терпкий привкус кожицы фейхоа. Нарежьте ягоды произвольно, засыпьте сахаром, как клубнику, перемешайте и ешьте ложкой или руками. Если вам достались не вполне созревшие ягоды, еще немного твердые, оставьте их при комнатной температуре на пару дней. За это время они полностью поспеют, и можно будет есть или готовить фейхоа с сахаром. Озвучено Яндекс Спичкит. Рецепты приготовления фейхоа с сахаром фейхоа готовят с сахаром для консервирования и немедленного употребления. Во всех вариантах ягоды получаются вкусными, с изысканным оригинальным ароматом. Что касается пользы, то она обратно пропорциональна времени и степени обработки, так что выбирать вам. Простое пюре из фейхоа с сахаром. Этот рецепт хорош тем, что не требует нагрева, а значит и йод и аскорбинка сохраняются в нем максимально. Возьмите по одному килограмму ягод фейхоа и сахарного песка. Подготовьте мясорубку или блендер, большую миску и банки с крышками. Сложите ягоды в дуршлаг и промойте водой комнатной температуры. Когда вся вода стечет, удалите сухие остатки соцветий с каждого плода, не снимая шкурки. Разрежьте каждую ягоду пополам в поперечном направлении и при необходимости срежьте замеченные потемнения на кожице или мякоти. Измельчение и перемалывание фейхоа пропустите подготовленные ягоды через мясорубку или измельчите в чашу блендера. Пюре из фейхоа сложите в глубокую миску. Засыпьте пюрированную мякоть с сахаром и равномерно перемешайте. Оставьте минут на 15. Тем временем простерилизуйте банки и крышки. Разложите пюре из фейхоа с сахаром по банкам, закройте крышками и поставьте в холодильник. Храните пюре в холодильнике и не пугайтесь, если оно немного потемнеет. Смена насыщенно-зеленого оттенка на коричневый свидетельствует о высоком содержании йода. Быстрое ореховое варенье из фейхоа. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Один из тех рецептов, что в народе называется пятиминутка, варится быстро, хранится без проблем, а витамины не успевают разрушиться. На один килограмм спелого фейхоа вам понадобится 700-800 грамм сахара и 200 грамм ядер грецких орехов или фундука. Подготовьте также мясорубку или блендер, неэмалированную кастрюльку и банки с крышками. Промойте целые ягоды и обсушите их с помощью душлага или кухонного полотенца. Обрежьте сухие остатки соцветий. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Произвольно нарежьте фейхоа вместе со шкуркой и пропустите через мясорубку или блендер. Переложите фруктовую мякоть в кастрюлю, перемешайте с сахаром и орехами. Доведите до кипения и прикрутите огонь конфорки до минимума. Непрерывно помешивая и снимая пенку, прокипятите варенье в течение 5 минут. Варенье из фейхоа переложите варенье в стерилизованные банки, закатайте крышки и оберните теплым одеялом. Оставьте при комнатной температуре до остывания. Такое варенье можно хранить при обычных условиях, вне холодильника. Кроме полезных свойств фейхоа, оно обладает иммуностимулирующими и питательными свойствами орехов, а еще восхитительным и необычным вкусом. Компот из фейхоа с сахаром. В отличие от варенья, напиток из фейхоа обладает более традиционным мягким вкусом, но не менее полезными свойствами. На полкило спелого фейхоа понадобится 2 литра воды и около 1 стакана сахарного песка. Нужна также кастрюля подходящего объема и банки по желанию с крышками. Ягоды промойте и постарайтесь очистить от шкурки, насколько это возможно, сохранив объем мякоти. Сложите мякоть в кастрюлю, пересыпьте сахаром и залейте водой комнатной температуры. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите компот еще около 7 минут, по мере необходимости удаляя пенку с его поверхности. Снимите с огня, накройте крышкой. Перелейте в стерильные банки и закатайте или остудите до комнатной температуры, чтобы пить сразу. Фруктовый салат с фейхоа и апельсинами. Это базовый рецепт, который вы можете разнообразить другими фруктами и ягодами на свое усмотрение. Возьмите примерно по 200 грамм ягод фейхоа, апельсинов, сочных яблок, по 100 грамм орехов. Любых изюма без косточек, 1 лимон, 3 столовые ложки сахарного песка или сахарной пудры, 50 миллилитров натурального нежирного йогурта. Помойте все фрукты. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Апельсины и лимон очистите, разделите апельсины на дольки. Фейхоа и яблоки нарежьте кубиками вместе со шкуркой. Орехи измельчите. Изюм запарьте кипятком на 15 минут, а затем отожмите. Смешайте подготовленные дольки апельсина, фейхоа и яблоки в большом салатнике или сразу раскладывайте по порционным пиалам. Добавьте изюм, колотые орехи и сахар. Перемешайте, полейте свежевыжатым лимонным соком и справьте йогуртом. Апельсины в этом салате можно заменить мандаринами, а сахар ванильным сахаром. А для усиления экзотического впечатления от блюда вместо мандаринов или апельсинов можно использовать порезанные пополам кумкваты. Как видите, есть только одно требование, чтобы приготовить фейхоа с сахаром правильно, как можно меньше подвергать свежей ягодой обработке. Во всем остальном вы можете сделать с фейхоа и сахаром множество блюд, каждая из которых будет по-своему интересным. Текст озвучен в Яндекс Клауд. В конце концов, эти тропические плоды действительно пока еще малоизвестны в нашей стране, так почему бы не воспользоваться этим фактом, чтобы произвести неизгладимое впечатление на домочадцев. И гостей? После того, как вы подадите на стол десерт из-за сахаренного фейхоа, репутация искусного кулинара вам гарантирована. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.